Председатель 4-го микрорайона в своем докладе отразила вопросы деятельности Совета в 2017 году. За отчетный период была проведена большая работа, говорит Галина Игнатьева. Это и благоустройство, озеленение, наведение санитарного порядка. Ежеквартально в микрорайоне проводят собрания граждан. В них принимают активное участие депутаты, специалисты городской администрации, управляющие компанией в сфере ЖКХ, участковые, полномоченные полиции. Основные вопросы обсуждения – освещение улиц, подъездов, ремонт дорог, патрулирование 300-го квартала, организация детских дворовых площадок, соблюдение санитарных норм на придомовых территориях. С начала текущего года в микрорайоне было проведено много мероприятий, направленных на благоустройство улиц и придомовых территорий. Члены Совета ТОС продолжают оказывать содействие сотрудникам МУП «Санитарная очистка» в заключении договоров на вывоз твердых бытовых отходов. В нашем микрорайоне сбор и вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиком механизированной уборки на территории Лобинского городского поселения. Хочется отметить, что работа по санитарной уборке и вывозу мусора из года в год становится все более качественной. Многие вопросы удается решать благодаря участию и победам в краевом конкурсе на лучший ургантос. Грант в размере 500 тысяч рублей четвертый микрорайон получил за первое место в 2016 году. На заседании Совета микрорайона единогласно было решено направить денежные средства на устройство детской дворовой игровой площадки со спортивными тренажерами, а также на устройство ограждения футбольного поля от игровой зоны для малышей. Это было по просьбе подростков. Таким образом выиграли все. Жители улицы Пионерской 34 и Калинин 116 спокойны за свои окна, мамы и бабушки за своих малышей, а ребята могут заниматься спортом в безопасной для окружающей спортивной золе. Новая площадка снабжена не только комплексом силовых тренажеров, шведской стенкой, но и каруселями и горкой для малышей. Открытие спортивной площадки увенчалось праздником добрососедства. В 2017 году была проведена огромная работа по сплочению жителей, по формированию гражданской активности. Проводилось множество тематических мероприятий, самый популярный праздник добрых соседей. В это время чествуют многодетные семьи, юбиляров, ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. В завершении отчета Галина Игнатьева поблагодарила всех председателей квартальных и домовых комитетов за помощь в работе. И отдельные слова признательности сотрудникам городской администрации за тесное взаимодействие и решение вопросов в улучшении качества жизни населения. В целом работу председатель 4-го микрорайона признали удовлетворительной. Администрация Краснодарского края, губернатор, законодательное собрание всемирно поддерживает, выделяется более 50 миллионов рублей в год на поддержку органов ТОС. Наши органы ТОС самые лучшие. Нам приезжают в Успенки, когда награждения были из Карачевой Черкесии, из Крыма, из Ростовской области, смотрели, обменивались опытом. Проводятся различные форумы, проводится обучение органов ТОС. Поэтому ведется очень большая работа. Что хотелось бы пожелать, конечно. Здоровья, благополучия, сил. Привлекать как можно больше людей в это движение, чтобы наши микрорайоны, дворы, улицы становились еще более краше, уютнее, чтобы было комфортнее проживать нашим гражданам. Спасибо, работу признаю удовлетворительную. Здесь же перед участниками конференции о деятельности Совета городского поселения отчитался депутат Александр Луценко. В течение года органы ТОС совместно с городской властью депутатами принимали активное участие в решении вопросов благоустройства, боролись с торной растительностью, стихийными свалками, занимались организацией отдыха молодежи. Уделяли внимание ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноким гражданам, рассматривали жалобы, которые принимали участие в сходах граждан. При обращении председателей ТОС вместе с ними выходим по адресам для рассмотрения обращений. Наиболее частые вопросы – это содержание и расположение границ земельных участков, вывоз мусора, отсутствие водостоков и другие вот такие бытовые коммунальные проблемы. На сходах граждан, которые проводятся один раз в квартал, поступают вопросы и предложения по улучшению ремонта гравийных дорог, строительства тротуаров. Эти вопросы и предложения передаются в администрацию Лавинского городского поселения для внесения в планы работ по благоустройству. После четвертого микрорайона в зале заседания собрался актив пятого микрорайона. На конференции о деятельности Совета ТОС отчиталась председатель Ирина Ремесленникова. В прошлом году в жизни пятого микрорайона происходили самые разные мероприятия. Одно из важных – работа по наведению санитарного порядка. Активисты и борцы за чистоту улиц в текущем году ликвидировали стихийные свалки. На их месте появились цветущие клумбы. В 2018 году эта работа продолжится, пообещала председатель ТОС номер 5. В отчетном периоде ТОС микрорайона номер 5 работал по следующим направлениям. Самое главное – это улучшение санитарного состояния территории микрорайона. Наш микрорайон расположен в южной части города Лабинска. В границах микрорайона семь магистральных улиц, на которых проводит мехуборку цех санитарная очистка. В границах микрорайона 31 улица и 19 проездов, которые находятся далеко от магистральных улиц. Именно здесь на ведению чистоты и порядка уделяется особое внимание общественникам. В своем докладе Ирина Ремесленникова обозначила и проблемные моменты в сфере благоустройства и санитарного порядка. В ТОСе номер 5 из общественников создана санитарная комиссия, которая еженедельно отслеживает санитарное состояние придомовых территорий. Проводится разъяснительная работа с жителями по наведению санитарного порядка. Больше всего нарушений правил благоустройства в квартале номер 32 на улицах Победы, Владимирская, проезд Пионерский и Некрасова. На нарушители санитарного порядка в текущем году составлено почти 50 актов и более 10 протоколов. Административному наказанию подверглись 12 жителей. Совет микрорайона номер 5 ставит перед собой задачу на 2018 год более активно проводить хозяйственную деятельность на территории микрорайона, самостоятельно решать вопросы благоустройства и улучшения финансового положения органов ТОС. Общественники продумают разные формы хозяйственной деятельности, такие как обхоз территории, несложные ремонтные работы, обрезка кустарников и деревьев, механическая уборка улиц. А работая в тесном сотрудничестве с администрацией города и другими структурами и ведомствами, можно решить все задачи, помочь сделать город безопаснее, чище и красивее, подчеркнула в своем выступлении представитель Ирина Ремесленникова. Председатель Совета депутатов поблагодарил за активную работу всех членов ТОС и предложил поставить удовлетворительную оценку. Работа с людьми требует большого внимания, у кого-то плохое настроение, у кого-то день не удался, не с той ноги встал. Надо с каждым поговорить, убедить, что надо провести благоустройство, убрать, покрасить, побелить. Поэтому, Ирина Ивановна, вам хорошей работы, такой же вплоченной, здоровья, благополучия и так же традиции. Оценка удовлетворительная. Даль Твининко, Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Даль Твининко, Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА».